Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила снять очень полезное видео для тех, кто совершенно не продвинутый в бьюти теме и вдруг об этом задумался. Итак, как вы уже поняли по названию, правильный уход за лицом и телом от 35 плюс и старше. Есть женщины, которые пользуются косметикой, как мужчины. У них там один крем, одно мыло, одна тушь засохшая, один огрызок помады. И вдруг рано или поздно они понимают, что, боже мой, что же происходит, я старею, ё-моё, у меня появляются морщины, что делать. И, в общем, как бы вот такое небольшое предисловие, поэтому поехали. Что нужно, чем нужно обзавестись тем, кто задумался, чтобы ваше лицо и тело выглядело помоложе, мягко скажем, желательно лет на 10-15. Потому что в 18 женщина выглядит так, как ей дала природа, как она её наградила. Ну, а в 45, как она того заслуживает. Поэтому, девчонки, девчули, мальчули, реальные пацанули, в общем, все, кто просто реально забрёл случайно на мой канал, это видео для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Если что-то упустило, напомните в комментариях. Тоник или лосьон тоник? Разбираем вообще с нуля, то есть вы вообще ничего не знаете. Итак, переливаем тоник в пульверизатор, который можно купить в Литуаль, который можно использовать, оставшийся от каких-то тоников или брызгалок, не знаю, как хотите. Значит, почему нужно перелить тоник в пульверизатор? Объясняю по-русски. Это сэкономит ватные диски, влажные салфетки, и лишний раз вы не будете тянуть свою уже начинающую, видать, кожу. А также 100% продукта попадёт на ваше лицо. Вот вам реальная экономия, и вот вам полезный совет, за который мне уже можно поставить лайк. Также позаботьтесь о наличии у вас ухода гелевой консистенции. Как для век, так для лица, тела и декольте. Девочки, учтите, от корней волос и там, где заканчивается бюст, за этим нужно укаживать, так же, как за лицом. Если ваше лицо наполировано, а рядом шейка в гармошку, извините, ваш возраст вылезет. Поэтому всё, что касается лицом, захватываем грудь, и вы не ошибётесь. Уход для тела. Летом увлажняющий. Вот, например, как у меня здесь, органик шоп. И зимой жирный, как, например, буренка. А также такой проходниковый, например, как вот это молочко, лосьон-молочко для рук и тела. Или переливаем вот в такую помпочку. Кстати, в таких случаях пользоваться намного удобнее. Часть вторая по уходу за кожей. В принципе, вы можете именовать тему скрабы, скрабики. То есть, вообще, просто это не покупать. Купите несколько девайсов, бьюти-девайсов, которые вам помогут. Вот такая шероховатая варежка. Ей можно скрабировать ваше лицо, шею, декольте, руки, ноги. В общем, всё, что хотите. Вот, включая пятую точку. А также в фикс-прайсе можно купить вот такую мочалочку. Я, причём, предпочитаю её использовать, ну, сухую. То есть, я, допустим, мне нужно поскрабироваться. Я распариваю тело и сухой вот этой мочалочкой по нему прохожусь. Вы уже минуете тему скрабики и сэкономите ваши деньги. За это, кстати, тоже уже можно поставить лайк мне. Стараюсь, делаю для вас. Подписывайтесь, кто ещё не подписан. И вот такая вот салфеточка для снятия макияжа. Поверьте, если вы наносите на лицо молочко для снятия макияжа, любое, либо лёгкий увлажняющий крем, который можно тоже, кстати, использовать как молочко для снятия макияжа, превращайте всё это в консистенцию. Запомните, нужно продукт выливать на лицо, потом быстренько сначала в руку, потом на лицо, потом превращаем всё это в кашу. И промакиваем вот такой салфеточкой. Если вы покупаете правильную салфетку, об этом у меня есть отдельное видео, я оставлю ссылочку в правом верхнем углу, по которой вы сможете пройти всё, узнать про эту салфетку. Итак, просто промакивайте лицо, и тем самым вы экономите влажные салфетки, диски и так далее, и так далее. Опять полезный совет, за это уже тоже можно поставить лайк. Поехали! Очень важная тема, спа-процедуры для рук и ног. Носочки, соответственно, которые я купила в Литуаль, система для рук, которые я купила в Фаберлике, или даже мне досталось в подарок, я уже не помню. Итак, что касается жидкая перчатка-крема, это очень классный. Химический пилинг для рук с ахокислотами. У них, кстати, есть ещё вот такой для лица с ахокислотами. Тоже, кстати, советую приобрести, кто ещё не зарегистрирован в Фаберлик. Найдёте внизу ссылочку, подпишитесь, подменяясь, задавайте все вопросы, не стесняйтесь. Только в комментах, пожалуйста, или где-то в личку напишите, что вы именно зарегистрировались под меня, тогда я стану вашим гуру, бьюти-гуру в огромном мире Фаберлик. Итак, значит, это тоже... Крема это не так критично, что касается носочков, после которых будет отваливаться ваша кожа. Я испытывала дискомфорт, я сразу вам говорю, 2 недели. Поэтому, кому не страшно, сейчас холодно, не ходить с такими облезлыми ногами, с жуткими. Но, в общем, если нужно, про носочки я сниму отдельное видео. Для тех, кто ещё не пробовал, я отвечу на все ваши вопросы, как это сработало на мне. По поводу ног добавлю ещё 5 копеек. Вот этот крем, это мой must-have. Я могу сказать вам, девочки и мальчики, у кого там, ну, у меня не слишком запущенные ноги, скажу вам больше, они совершенно не запущенные. Вот на летнее время просто достаточно помыть ноги, нанести этот крем, и ваши ножки будут свежи, хороши, прекрасны и так далее. То есть, это такое интенсивное увлажнение, ноги выглядят ухоженными. Ценник просто копеечный. Поблагодарила Натуру Сибирику за создание этого крема. В нашем ближайшем магазине он продавался за 100 с чем-то рублей. Итак, всё, что вы сейчас видите, это пилинги. А также, вот она, чёрненькая маска-плёнка. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Драйв гарантирован. Я пользую эту фирму уже не первый год. Она китайская, достаточно качественная. Очень классное приключение вообще разобраться с этой маской, как она работает и вообще что к чему. Так вот, пилинги, скрабы, аха-кислоты. Это то, что будет поддерживать вашу кожу в молодом состоянии. Ещё я очень рада, что сделала вот такую покупочку. Это я покупала на китайском сайте. Это массажёр Токи Дарсонваль для зоны вокруг глаз, кстати. Где-то делала видео, не помню, выложила, не выложила. Там прямо вот такое не очень классное веко. Вот только проходишься, наносишь гель на веки, проходишься вот этим массажёром. Вообще всё отлично, всё прекрасно и всё прелестно. Если кожа кричит «Сос, помогите! Я старею! Сделайте со мной что-нибудь!» Кстати, неплохой вариант поговорить со своей кожей. Она вам, между прочим, всё расскажет подробно, что ей нужно. Просто изучите ваше лицо при дневном свете, пристально глядя в увеличивающее зеркало, и вы всё поймёте. Кстати, один из приколов – как сохранить свою молодость как можно дольше. Прислушивайтесь к вашей коже, а также не забывайте про шею и зону декольте. Ничто не выдаёт возраст женщины, как руки, и ничего нет ужаснее, чем заскорузлые пятки в красивых босоножках. Это касается не только девочек, сандаликов, мальчиков. Поэтому не расслабляемся мы, гости на этой планете, и давайте жить так, чтобы не было мучительно больно. По поводу сос-восстановления, обязательно улитка корейцы производят её в огромных количествах. Ещё вот такая масочка, которую я просто обожаю. Она реанимирует кожу буквально в 2-3 захода. Вот такую упаковку я использую 3 раза. Можно за один день, когда вам надо выглядеть прямо как фея-фея, а можно просто 3 дня подряд. Мысленно делите содержание этих двух пакетиков. Вот здесь пилинг-скатка. Раз, два, три. На лицо, на шею вам хватит. Сейчас зима. Декольте как бы у нас не всегда открыто. И вот здесь мультивитаминный восстанавливающий крем очень хорошо увлажняет. Просто суперская штука. Вот тоже, кстати, пилинг-скатка. Вам прислали на обзор Корея Бьюти ЕКБ. Обожаю Корея Бьюти ЕКБ. И вот здесь также в подарочек улитковые крема пользую, когда прямо вот сос, сос, сос. Вот. То есть постоянно нет. Когда именно нужно поддержать, поддерживаю вот этими штуками. Что касается косметической глины. У меня к ней двоякое отношение. Вообще в советские времена, еще лет 15 назад, когда в магазинах было так ни шатка, ни валка, это было вообще все супер. Бежали в аптеку, покупали за 3 копейки эту косметическую глину и были счастливы в этом месяце. Вообще за какие-то смешные деньги. Но с возрастной кожей осторожнее. Особенно если кожа сухая. Кстати, за это уже тоже можно поставить лайк, между прочим. Так вот, глина, да, в ней содержатся полезные микроэлементы, какие-то питательные вещества, как утверждают производители. Но если кожа нормальная или близкая к сухой, а также возрастная, масочка вот из такой глины вас может очень сильно подкосить. Вот, поэтому в любом случае капельку масла туда добавляйте. Либо добавляйте масло как прослойку перед тем, как нанесли глину. В общем, если у вас жирная кожа, если из нее торчат вот эти вот сальные такие пробки, это то, что вам нужно. Косметическая масочка из глины. Вы ее просто разводите водой, можно добавить масло, можно добавить капельку сока лимона, и вообще все будет прекрасно. Поехали дальше. Итак, вот такой небольшой наборчик обеспечит ваше нормальное состояние кожи на долгое время. Что делаю я? Здесь еще много кремов для рук, но поверьте, они пойдут вам и на шейку, и на зону декольте, потому что и там и сям кожа, это все происки злобных производителей, которые вот для рук отдельно, для ног отдельно. Да, для ног отдельно, я не спорю. То, что идет полностью на руки, нормально пойдет на шею, на зону декольте, на ваш бюст, ну и так далее. Можно смешивать крема. Вот я бы рекомендовала вот увлажнялочку такую от Новосфита, добавлять капельку маслица, добавлять вот так вот гиалуроновой кислоты, под мейк можно вот такую сывороточку, она выравнивает, можно какой-нибудь лифтинг-крем, кстати, я вот случайно поставила, его не рекомендую, 45+, это отвратительный продукт, это никакой не лифтинг, это чушь собачья. Когда я пользовалась обыкновенными кремами, без всяких лифтинг-эффектов, у меня все обстояло гораздо лучше, поэтому у меня есть несколько продуктов, после которых состояние моей кожи ухудшилось, называя себя именно Натура Сибирика и Новосфит лифтинг 45+. Я вообще ожидала чудо, если это лифтинг 45+, я вообще должна была 15-летней встать с кровати утром, но нет, когда я начала пользоваться вот этот якобы эксфолиант тоник и вот этот вот чудесный якобы 45 плюс лифтинг, во-первых, нет никакого лифтинга, он не работает, а что касается вот этого продукта, здесь даже вообще невозможно прочитать состав. Я вообще даже сначала подумала, что состава нигде нет, я потом долго-долго-долго изучала вот это все по-английски, то, что тут написано мелко-мелко-мелко, вот потом, в общем, я с... вообще с огромными усилиями, после того, как мне производитель написал, что все нормально, вот здесь вот буквально 4 строчки настолько мелкого шрифта, что прочитать нормально. с нормальными глазами это невозможно. Если все так печально, ну, пишите на сайтах, где это продается в конце-то концов. Что люди тут должны глаза ломать? Ей-богу. В общем, эксфолиант при встряхивании пенится, о том, что его нужно смывать с лица на флаконе, не написано. Вот эти два продукта меня изрядно подкосили. Так, может быть, как бы с каждым продуктом, с каждым человеком кожа индивидуальна. Лично мне вот эти два продукта не пошли. Ну, может быть, кто-то пользуется и радуется, и вполне возможно, это подойдет вам. Но мое глубочайшее убеждение, что тоник не должен прям пениться в пенную-пенную-мыльную пену, это мое глубокое убеждение. Он должен тонизировать, там должны быть какие-то кислоты, там еще что-то там. Ну, я толком как бы и не знаю, что там должно быть. Если знаете, то напишите в комментариях. В общем, если это было вам полезно, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Всего хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова